коничева самураи хорошие новости продолжаем с вами второй сезон сорян что так медленно обстоятельства коронавирусные в том числе наложили свой отпечаток на тот темп которым я сейчас к сожалению могу идти на буду стараться тем не менее ускоряться давайте вначале прежде приступим к теме которая в названии это видео с игрой буду признателен если так развернуто в комментарии обозначите эту тему ребят этими же ключевыми словами плюс какие-то текстовая от себя тена благодарности либо конструктивная критика буду признателен смотрите да немножко это связано с тем о чем я буду буду вам сегодня рассказывать технологии ребят не могу сказать да вот я там в технологиях условно говоря в разработке 12 лет в такой до разработки в обычной разработке в массовой скажем так разработки в разработке массовых продуктов до речь не идет о том что там делаем какой-то софт для там я атомных реакторов летом для запуска спутника в космос или даже там для для этих автомобилей которые там по городу должны сами ездить без водителей дай речь о массовом продукте да в котором в принципе на которых принципе работает большинство программистов так вот в этом в массовом продукте нет, не происходят никакие революционные перемены, изменения. Вообще не происходит. Прямо от слова вообще. То есть все так или иначе, что было 10 лет назад, есть и сегодня. Просто завернуто в другие немножко инструменты, немножко с другого боку подошли, немножко по-другому это обозвали, немножко переделали что-то, что уже было, и говорим, что теперь будем делать так. Да, ну абсолютно. То есть какие-то там даже дополненные виртуальные реальности, условно говоря, кажется, ну такого же вообще не было, и софт совершенно другой. Но я, правда, не кодил ничего, ну немножко, 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 немножко в курсе издалека. Поправьте меня, да, если, ребята, вы разбираетесь. То есть кто там в геймдеве был и делал 3D определенный, то есть, грубо говоря, этот же опыт переносится сейчас только в пространство, которое вон у нас снимается камерами. То есть, да, ну и, соответственно, кто как умел тогда писать софт, те же подходы сейчас применяются вот, да, вот в этой дополненной виртуальной реальности. Там искусственный интеллект, который там долгое время нейронные сети спали, там десятилетия, да, как их придумали там в 60-х годах, да, ну их придумали аж тогда, сейчас, да, просто за счет того, что есть мощности определенные, объем данных, они просто... Короче, ребята, то есть, да, фундаментально резких перемен не существует. Есть такое... Поэтому, поэтому важно, важно, чтобы принять новый инструмент, просто с ним познакомиться. Если у вас есть предыдущий опыт работы с предыдущими инструментами, то, как правило, новый инструмент, безусловно, хочет что-то новое привнести, что-то новое вам рассказать, чтобы вас как бы немножко... Чтобы массовый продукт было производить еще проще. Но если у вас есть фундамент, то вам перейти на новый инструмент, который еще проще, как правило, еще более высокоуровневый, как правило, это не составит нам никакого труда. И сегодня мы с вами переходим, наконец-таки, от использования High Order Component Connect и этих злополучных MapDispatch to Props и MapState to Props на использование хуков, которые нам предоставляет библиотечка React Redux. Заметьте, не сам Redux, а библиотечка React Redux, которая служит прослоечкой посередине. С одной стороны Redux, с другой стороны React. И вот React Redux библиотека, которая коннектила раньше компоненты к Store, сейчас это будет делать по-другому. Сейчас это уже делает по-другому с помощью UseDispatch и UseSelector. Летим. Ребят, как правило, переходить всегда к более простому, всегда проще. Я даже надеюсь на то, что многие из вас уже давным-давно используют к UseRedux. Я хотел их еще позже перенести. Но из-за того, что с компонента UserContainer мы еще будем много работать, и мы будем с ней, ну, с запросами, с этой страничкой использователя, будем сейчас работать с адресной строкой. Соответственно, да, естественно, тут уже надо работать только через хуки. Но если у нас в наличии классовая компонента, то хуки использовать здесь нельзя. И рассказывать вам про старые подходы бессмысленно. Хотя объективно, ребята, опять же, объективно. Старый подход, самое главное понимание проблемы и хоть какое-то решение этой проблемы. Когда у тебя есть хоть одно решение проблемы, то все остальные решения всего лишь альтернативные решения той же самой проблемы. И очень важно понимать проблему, да, о чем я пытаюсь в этом самурайском своем курсе вам рассказать и вас научить, да, воспринимать проблемы и находить. Потом уже будете находить решение для этих проблем. Окей, нам нужно сделать рефакторинг. Нам нужно UserContainer компоненту, по сути, превратить, ну, избавить ее от вот этого коннекта. То есть мы не хотим ее коннектить. Соответственно, каким-то образом, да, эта компонента должна... То есть, да, смотрите, вариант какой. У нас есть UserContainer. Тем не менее, у нас есть контейнерная компонента, которая, в свою очередь, рисует презентационную компоненту Users. И вот наша задача, получается, да, как бы от этой контейнерной компоненты вообще избавиться или не избавиться. Вот эта вот философия, да, что у нас есть презентационная компонента, что у нас есть презентационная какая-то компонента, а вокруг нее, если ей что-то надо, мы обязательно делаем контейнерную компоненту. Например, что ей надо? Законнектиться к Store. Store. Эта концепция по-прежнему имеет право быть. Наличие контейнерных компонентов, наличие high-order компонентов и так далее. Да, но high-order компонент, кстати говоря, уже менее актуальная тема. Потому что high-order компонент подразумевает, что мы оборачиваем одной и той же контейнерной компонентой различные маленькие компоненты. Для чего это нужно? Для того, чтобы в эту контейнерную компоненту зашить какую-то одинаковую логику. Мы сегодня понимаем, что одинаковая логика, если она должна использоваться в разных местах, то сегодня правильно ее зашивать не в хок, а в хук. И мы с вами будем потихоньку переходить на хуки. Но само наличие контейнерной компоненты не исчезает. Когда контейнерная компонента может нам пригодиться? Например, в случае, если у нас какая-то компонента... Например, представьте, у нас есть компоненты, которые пейджинг. Постраничный вывод. И вот она у нас такая есть. Мы здесь ее будем с вами рассматривать. Мы будем ее в разных местах использовать. Так вот, сама эта компонента... Сегодня, если компоненте нужно подконнектиться к стору, то с помощью хука она берет и коннектится к стору. Не коннектится, а использует хуки, которые, условно говоря, каким-то магическим образом, например, use-selector, каким-то закадровым образом магическим достают данные из сторы. То есть не нужно больше компоненте быть чистой. Она может заюзать что-то, что ей вернет какие-то данные извне. Ну, а зачем ей быть чистой? Ну, за тем, чтобы ее можно было тестировать. Тестировать и так можно, да, я вам покажу потом. Ну, за тем, чтобы ее можно было переиспользовать. А ее будете переиспользовать? Блин, да фиг его знает, будем ли мы ее переиспользовать. Так вот, если не будем ее переиспользовать, как бы фиг его знаем, тогда зачупарится. Если вы четко знаете, что вы будете ее переиспользовать, то тогда, безусловно, вы должны эту связь с хуками разобрать, оставить компоненту чистой, потому что вы хотите ее использовать и здесь, и здесь, но здесь вам понадобятся одни данные, здесь вам для нее понадобятся какие-нибудь другие данные из другого, условно говоря, юсселектора, ну, другой селектор. Соответственно, условная компонента, которая над нашей компонентой, которая ей прокидывает какие-то пропсы, она является контейнерной компонентой, она ее обслуживает, скажем так, является какой-то оболочкой, которая ей дополнительно что-то дает. Это примерно так, ребят, по теории, скажем так, да, но сегодня давайте посмотрим на нашу юсс контейнер. Мы ее заюзали, то есть у нас сейчас две контейнерные компоненты, над нашей юзерс, у нас одна контейнерная компонента, которая юзер контейнерс, и вторая контейнерная компонента, которую выкинул наверх коннект. То есть коннект, вот, да, мы засунули один юзерс контейнер, а вокруг контейнера еще один контейнер, который прокинул все эти пропсы. Вот, да, вот это вот контейнер Hell, Wrapper Hell, Hawk Hell, вот это вот, когда компоненты Wrapper, Wrapper, Wrapper над Wrapper, они вырывают мозг, они делают программку, приложение наше сложно поддерживаемым, то есть у нас очень много мест, куда данные перетекают, перетекают, соответственно, а все идет в сторону упрощения, да, ну, в этом смысл, да, потому что массовый продукт нужно штопать, штопать прямо на конвейере, сейчас все превращается в программное обеспечение, да, и рабочих рук не хватает, и инструменты упрощаются, упрощаются. И вот поэтому такая вот необходимость. Так, очень много было философии, ну, вы понимаете, в моем курсе это важно, и мы летим теперь к практике. С чего начать рефакторинг, да, друзья, рефакторинг всегда дело непростое, да, когда у нас покрыто все тестами, рефакторинг немножко нам облегчает жизнь, хотя иногда рефакторинг структурный, меняет все нафиг, и тесты надо тоже переписывать, короче, ну, не бывает счастья, ребята, у программистов не бывает счастья, ты всегда в мыле, ты всегда в мыле находишься. Ну, короче, мы идем в юзерс компонента, как я буду действовать, то есть раньше наша компонента юзерс, являясь условно чистой, хотя, да, может быть, там внутри какая-то дичи происходит, может быть, чистая компонента, условно говоря, рендерит какую-то нечистую компоненту, и при этом, да, тогда она моментально становится нечистой, да, но, условно говоря, подход, который мы здесь выбрали, что вот компонента получает через пропсы то, что ей нужно, потому что это лежит в глобальном каком-то стейте, либо там диспатчи, которые тоже лежат, условно говоря, где-то там в стороне эти коллбеки, которые надо прокинуть, ну, то есть мы идем в эту компоненту, в юзерс, и открываем ее, открываем ее во второй половинке, и мы ее потихонечку будем избавлять от каких-то пропсов, и позволим этой компоненте доставать эти же пропсы из хуков. Да, ребят, никогда, сломя голову, не кидайтесь на рефакторинг всего приложения в целом. Всегда рефакторинг делайте постепенно. Рефакторинг – это такая процедура, как говорит Мартин Фаулер, которая неизбежно должна происходить, рефакторинг должен происходить на протяжении всей жизни приложения. Ты никогда не можешь спроектировать приложение сразу под бизнес-требования, как правило, потому что сегодня бизнес-требования не так уж они очевидны, они всегда изменчивы, да, вот эти вот два способа введения, там, методологии введения проектов, там, waterfall, там, agile, там, гибкая методология и негибкая, как она называется. Соответственно, ну, как бы сегодня, да, преобладающая гибкая методология, подразумевающая, что вот требования, они очень, короче, поняли идею, все, летим к хукам, все, обещаю, до окончания, до окончания. этого ролика, не отвлекаться больше ни на что, а говорить про хуки. Хотя, если эти темы интересны, то обязательно пишите, а в начале, в конце я буду философствовать, все, в середине я буду только про React, то, что конкретно происходит, чтобы… и поставлю вот эти вот в видео, о, поставьте мне лайк за то, что я сделал видео, вот эти вот таймлайны, где я конкретно делаю что-то такое. Итак, рефакторим. То, что раньше компонента принимала через пропсы, она будет забирать с помощью хука. Например, через пропсы раньше мы принимали Total Users Count. Супер. Соответственно, мы говорим, что const, Total Users Count, говорим Use Selector. Use Selector – это хук, который принимает внутрь себя селектор. Селектор. Мы знаем, что такое селектор. Вот наши селекторы. Селектор – это функции, которые принимают state и возвращают что-то, что из этого стейта они каким-то образом достали. Да, тут можно говорить, даже не говорить про CreateSelect, Selector, который из библиотеки, боже мой, Reselect, да, то есть селектор в любом случае это функция, которая принимает state и возвращает что-то из этого стейта. И вот тут такие вот функции, селекторы, и нужно сюда закидывать. Они у нас, да, мы красавчики, заранее как будто бы знали, подготовились. И мы сейчас можем найти Total Users Count. Вот этот селектор засунуть прямо вот сюда вот. Все. Этот селектор, хук, юселектор вызовет, вернет из этого селектора результат и запишет в эту переменную. Эта переменная конфликтует с пропсом, который мы здесь деструктуризации получили. Мы вообще из пропсов его удаляем и говорим, что нам он вообще не нужен. Здесь, соответственно, сейчас тоже будет ругаться, а мы говорим, нам это больше здесь не нужно. Нам это здесь больше не нужно. Давайте я пока закомментирую, чтобы мало ли что потом не потерять чего-то. Все. Да, идем дальше рефакторить. То, что мы раньше получали, currentPage из пропсов, мы теперь будем брать currentPage, getCurrentPage. currentPage из... С помощью хука юселектор. Будет называться currentPage. Давайте это currentPage тоже здесь я отсюда удалю. Так, отлично. Дальше. Пейдж-сайз. Раньше мы его брали из пропсов. Пейдж-сайз наш. Теперь мы... Так, control case. Как мне закомментировать? Как я закомментировал здесь? Ладно. Вот так закомментирую. Пофигу. Из пропсов. Сейчас будем брать с помощью селектора. getPageSizeSelector. Если у вас нет селектора, да, то в этом случае вы пишете селектор на ходу. Говорите, у меня есть функция, которая принимает state и возвращает что-то из этого стейта. Внимание, только, да, небольшой обломчик. State у нас не типизированный. То есть нам селектор, юселектор не подсказывает, какая структура стейта. Соответственно, да, вот... Ну, соответственно, наш current page, на самом деле, тоже непонятно что. Смотрите. По-моему, current page наш, по-моему, непонятно что. Да, он говорит, что... А, нет. Он говорит, что это число. Сейчас. Total users count. А ну-ка, page size. А давайте сейчас все изменим, а потом посмотрим про типизацию. Вообще типизация с юселектором немножко там надо выпендриться. Так, дальше. Page size. Дальше летим. Page size тоже комментируем. Дальше летим. Что у нас там еще используется? В props приходят... Props просто раскукоживаются. On filter change. Callback, да, у нас пошли? Callback. Вот. С callback тоже, друзья, ребят, отдельная история. Естественно, нам не хочется писать код лишнее. Но нам придется немножко писать код лишнее, потому что вот это вот, конечно, вот это вот синтаксис, который у нас укороченный синтаксис. Прокидывание action-креаторов и превращение их в callback, которые, в свою очередь, диспатчат вызов этих action-креаторов, это происходит внутри, внутри коннектора. Происходит с помощью там функции, как это называется, bind action creators, как-то так, которая была частью сначала, была частью хуков, react-редакс хуков, то есть наравне с юселектором. Потом ее выпилили оттуда, но тем не менее определенную пользу они могли бы нам дать. Но пока сделаем все, скажем так, по-своему. То есть мы говорим, что нам нужно вообще диспатч, то есть мы хотим диспатчить. Диспатч. Безусловно, ребята, все, наша юзерс-компонента, она уже завязана на инфраструктуру редакса. Если до сих пор наша компонента была чистая, и она про редакс ничего не знала, то вот с использованием этих хуков, диспатча, useDispatcha хука, useDispatch хук возвращает там функцию dispatch, которую можно вызывать, закидывать в нее либо санку, либо action, и она будет диспатчиться, уходить куда надо. Так вот, соответственно, о чем я говорю, что, да, наша компонента теперь стала грязной, скажем так, грязной девчонкой. Но так проще, гораздо проще. Так проще сопровождать, так проще разрабатывать, так быстрее разрабатывать, потому что редакс сам по себе, вот этот многослойный пирог, где нам надо и туда, и туда, и обернуть, и сделать, чтобы соблюдать какую-то там архитектурную чистоту, он требует длительных затрат, да, и не всегда это оправдано, не всегда это оправдано. Так, летим дальше. Так, да пока что, а, давайте вот, диспатч оставим в покое, проверим, что у нас все вообще работает, потому что, что мне кажется, что parser error, user containers, 63, строка 63, строка 63, а, ну из-за вот этих вот комментариев, да ладно, убиваю их. Current page ругается, удаляю Current page. Так, все, идем в браузер, обновляем. Упала ошибка, которая говорит нам о чем, что Current page, users, Current page не существует, мы передаем, как будто бы Current page, сейчас. Current page. А, вот тут, наверное, из-за пропсов, вот это вот что ли штука падает, ну красным бы подсвечивал обо мне. Preloader is on-page change, сейчас, сейчас, или это просто, это, скорее всего, я не успел, оно не успело обновиться. Сейчас я сделаю специально ошибку. Удалю ошибку, сохраню. О, все, да, то есть это просто косяк. То есть продолжает работать, как работало. Продолжает работать, как работало, то есть все супер, класс, отлично. Летим тогда рефакторить дальше, да. Рефакторинг должен быть поэтапно, постепенно. Не должно быть такого, что, ой, сори, я рефакторю. Через три дня я только смогу закоммитить код ваш. Да, то есть вы должны рефакторить поэтапно, постепенно, чтобы в любой момент времени, оп, все окей. И вы могли дальше продолжить работу над новыми фичами. Смотрите, давайте перейдем в Users Container компоненты. На самом деле, Users Container компоненты, не просто контейнерная компонента над users'ами. Она еще, видите здесь, заголовок там какой-то формально мы добавили, ну, чтобы оно было, мы там что-то демонстрировали, помню. Ну, неважно. Потом прелоудер показываем и так далее. То есть какие-то движухи происходят. Поэтому, да, от этого контейнерная компонента мы избавиться полностью не будем избавляться, но заменим ее, она упростится. Мы ее заменим на ее, там, условно назовем Users Page, да, назовем. То есть Users Page как страница, как какая-то компонента, презентующая страницу. Соответственно, 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 давайте тоже ее избавим от работы с MapState to Props'ом и с Connect'ом. Смотрим, что ей нужно было. Page Size. Page Size, Total Users Count и так далее. Page Size. Сейчас смотрим. Page Size. Простите. Она у себя использовала внутри Page Size. Что она у себя? Page Size и фильтры она использовала у себя. Окей. Значит, это ей нужно этой компоненте. А, ну, мы не можем никак ее перезай... Давайте, короче, ну, мы не можем ее рефакторить на хуйки, потому что она классовая компонента. Давайте рядышком положим const Users Page назовем и создадим, скажем, это у нас React функциональная компонента с какими-то пропсами. С какими-то пропсами. Сейчас скажем Users Page Props Type создадим. User Page Props Type. И закинем их сюда. А здесь, соответственно, вернем эта функция, которая принимает эти самые пропсы и возвращает, и возвращает то, что возвращала вот эта вот наша контейнерная классовая компонента. Вот так вот. Да, и давайте сейчас удовлетворим ее, чтобы все у нее было хорошо. Page Title. Page Title, окей. Из пропсов принимай Page Title. Это мы у тебя отнимать не будем. Это в Owns Props раньше было. То есть это не из редакции достается, поэтому это из пропсов, чтобы там сверху, где мы рисуем эту страничку, можно было указать ей какой-то там заголовок, название. Хотя можно подумать, мы будем несколько User Page страниц рисовать с разными заголовками. Ну, вряд ли мы так можем. Поэтому тоже, да, решение, как бы, ну, там я демонстрировал, помню, вам работу с Own Props, когда мы вот эту вот конкатенацию такую делали. Ну, сложно, да? Раньше было сложнее. Сейчас легче. Смотрите. Соответственно, мы без Is Props Type Page Title достаем. Дальше. Is Fetching. Is Fetching. То есть что-то там фетчется. Где-то там что-то фетчется. Is Fetching. Где-то Is Fetching. То есть, да, берем селектором, берем из стейта. Соответственно, этот же селектор, только с помощью Use Selector достаем это значение. Говорим, что у нас есть конст Is Fetching равно Use Selector Is Fetching. И читаем. Вот здесь анализируем вот это вот значение, чтобы показать preloader или показать null. Дальше. Users. Users нужны callback. Да, и мы тоже такие. Смотрите, да, вообще, как бы, мы могли бы все эти три селектора, в принципе, завязать вот здесь, вот в User Page и прокинуть в нашу Users компонент. И наша Users компонента осталась быть чистой, в принципе. Да, раз мы здесь хуки уже юзаем, то может их здесь не юзать. Да, и у меня нет точного ответа на то, как предпочтительные, ребят. Все равно, да, там, где данные нужны, предпочтительно их там и держать. Потому что вот эта вот миграция вот этих пингвинов по компонентам через пропсы, данных, вот эти вот, это попробуй отследи. Это прыгание по файликам в поисках, где же конечная истина и так далее. То есть, когда данные лежат и берутся в том месте, где они нужны, и обработка их, условно говоря, идет в коллбеках, которые здесь же и рождаются, где ей нужно, то это гораздо удобнее. То есть, до тех пор, пока компонента не должна использоваться с другим набором каких-то данных, переиспользоваться в другом месте, в другом контексте каком-то, да, нет смысла заморачиваться по этим пропсам. И есть смысл во всю, во всю, во всю так жестко юзать хуки. Окей, поэтому, да, как бы здесь будем юзать хуки, и здесь будем юзать хуки. И не будем через пропсы прокидывать то, что мы вот раньше прокидывали. Не будем. Уменьшим количество пропсов. Так. То есть, вот эти вот коллбеки, он page changed. Сейчас подумаем, да, то есть, он page changed. Если он, этот коллбек, не вызывался здесь нигде, нет, он просто прокидывался дальше, и он фильтр changed, прокидывался дальше. Значит, этих два коллбека нам здесь и не нужно. Их не нужно перепрокидывать в users. Мы эти два коллбека, он page changed. Давайте. Мы их создадим сейчас здесь. Мы говорим, что у нас есть конст onPageChanged, функция, которая, которая, что она принимает? PageNumber и не возвращает ничего. Давайте. Принимает pageNumber и не возвращает ничего. То есть, и просто говорим функция. Что делал? OnPageChanged, что происходило? OnPageChanged приходил нам из MapDispatchToProps. А, нет, стойте. OnPageChanged. Одна секунда. OnPageChanged. А, OnPageChanged. Нет, здесь прям такой вот анализ проходил данных. То есть, PageNumber, Filter, GetUsers, Props, то есть, GetUsers, и мы запрашивали новых юзеров. О, ну окей, давайте сделаем это. Хорошо. То есть, GetUsers, запрашивали новых пользователей. Прямо здесь. Юзерсам нужны юзерсы. Они их получают напрямую отсюда. Пускай они их и запрашивают, если там что-то в этой штучке происходит. И мы помещаем эту логику сюда. Только, да, опять PageSize и Filter берем не из Props, а берем PageSize и Filter берем из отсюда. PageSize есть, а Filter еще нет. Смотрим Filter, GetUsersFilter. Окей. Создаем. Говорим Filter, UseSelector, Filter. Простите. А, да, GetUsersFilter. Так. Сейчас. Смотрим дальше. Он PageChange. Теперь этот callback здесь не нужен. Как и не нужен здесь. Он. Дальше. Не из Props'ов берем эти значения, а берем вот напрямую из замыкания. То есть функция из замыкания, выпрыгивая наружу, может взять то, что там снаружи лежит. Все. Поэтому это берется снаружи. GetUsers. То есть нам надо получить юзеров. В GetUsers просто вызываем какую-то свою внутреннюю функцию, которую тоже создаем. Говорим GetUsers. GetUsers. Это функция, которая. Функция, которая. Смотрим, что она у нас сделала. GetUsers. GetUsers. А, в Props'ах был. В Props'ах эта функция нам поступала вот так вот. RequestUsers называлась. RequestUser. Название, конечно, все в перемешку, но мы это все за рефактор. Мы начнем с вами делать уже не архитектурную красоту, а, скажем так, еще файлово-структурную красоту. И над именованиями подумаем, перейдем к какому-то общему знаменателю, чтобы у нас вырисовывалось что-то, что уже можно, да, ну, мы же к мидлам, да, хотим стать мидлами. А для этого нам надо уже немножко, ну, грубо говоря, middle тащит проект. Middle должен уметь тащить проект с нуля как-нибудь. Поэтому, да, нужно какие-то задать рамки, какие-то более культурные, красивые рамки для этого. RequestUser. Соответственно, вместо GetUsers RequestUser. RequestUser. RequestUser это, ребят. Видите, я сейчас его так вставил. Это ActionCreator, да, SangCreator, да. То есть мы не можем вызвать SangCreator, нам надо его задиспатчить, вызов SangCreator. И мы делаем диспатч этого SangCreator. Вот так вот. Круто, круто. Коротко, коротко. Отсюда это удаляем. Здесь это больше не нужно. Ну, в принципе, вообще-то мы это все удалим, поэтому это трогать сейчас не будем, чтобы оно здесь ничего не падало. Дальше. OnPageChange, да, вот это вот больше нам не нужен. Дальше. OnFilterChange. Смотрим. OnFilterChange. Что у нас делал? Да делал практически то же самое. Поэтому берем и создаем вот такую же функцию. OnFilterChange. Только перед ней ставим const, потому что это не метод, а внутренняя функция const. OnFilterChange. Принимает вот такую вот ерунду. PageSize берет прямо отсюда, это не нужно. И вместо пропсов диспатчит вот это вот. Вызов вот этого вот, вот этого вот, простите, экшн, SangCreator. Ну, SangCreator на самом деле в какой-то степени является экшн-крейтером. То есть SangCreator это как бы разновидность в какой-то степени экшена. Типа синхронный экшн. Так. Супер. Дальше. То есть OnFilterChange больше тоже не передаем. OnFilterChange сюда тоже больше не нужен. OnFilterChange тоже сюда больше не нужен. Бомба. Бомба, бомба, бомба. Сейчас я структурирую немножко все. Юзерсы. Вот, юзерсы. Все, меня смущает, что юзерсов мы получали с помощью MapState to Props где это юзерса. Юзерсы мы получаем теперь с помощью юзерс, с помощью юзерс, с помощью селектора, передавая ему с помощью хукаю селектор, передавая ему внутрь селектор. Юзерс ругается, что конфликтует с этим, с этой штукой. Все, да, у нас эта деструктуризация здесь теперь не имеет смысла. И мы просто оставляем Props. Просто оставляем Props. GetUsers. Это селектор. Сейчас он его не видит почему-то. Почему-то не видит. А, конфликтует с функцией GetUsers, которая... А, не должно которой быть. И в users мы не получаем в пропсах больше. Супер. Сейчас я это тоже удалю. И это удалю. Отлично. То есть, да, у нас, вот, юзерсы больше не нужны. Дальше. Follow. Тоже что-то, что в пропсах. И Unfollow тоже. Follow и Unfollow. Это тоже приходило сюда. И вон последний еще момент. Following in progress. Тоже, following in progress тоже приходило. Вот отсюда. Да, поэтому давайте вот это вот прям возьмем тоже вот. И добавим еще один селектор сюда. По сути, да, как бы сильно кода меньше особо не стало. Просто получилось, получится что? Что те данные, которые нужны в конкретной компоненте, позволительно сегодня эти данные доставать прям вот так вот в том месте, где они нужны. Естественно, если сейчас вот эти же данные нужны еще, например, двум дочерним компонентам юзерса, то чтобы там не писать этот код, проще там, например, разбросить их пропсами. Или нет. Или проще вообще, например, создать кастомный хук на основе всех этих вызовов хуков. Да, мы будем эти варианты с вами темы рассматривать при дальнейшем рефакторинге, дальнейшем улучшении нашего приложения, улучшении и расширении нашего приложения. Оно еще будет гигантским, ребят, по функциональности. Все, following in progress тоже не нужен больше в пропсах. Не нужен больше в пропсах. Дальше. И он тут как-то где-то используется. Вот. А, он фильтр ченджет. Больше не используется, используется локальная функция. Здесь following in progress используется локальная переменная. Класс. Follow on follow нам осталось два колбэка. Это тоже колбэки, которые идут отсюда. И мы просто делаем оболочки для этого follow on follow. То есть follow on follow. Вот они. Такие две функции. Мы создаем их здесь. Говорим, что у нас есть const follow. Это функция. Вот такая вот функция. И мы говорим равно. Равно. Вот так вот. И unfollow аналогичная функция. А, unfollow это и был у нас уже. И follow. Ну давайте сверху follow. Снизу unfollow. Все. А внутри что мы должны задиспатчить? Внутри мы должны задиспатчить вызов action-креатора. action-креатор follow с передачей ему user ID. И action-креатор unfollow. Ребят, если вам сложно понимать то, что происходит, да, вы знаете, какую тему загуглить. Use selector. Use reduce. Use selector, простите. И use dispatch. Немножко покумеков на официальном сайте, либо в какой-нибудь статейке о том, как это работает в примитивных вариантах, можете переходить к использованию. Да, но это, ребят, та дорога, в которую вы обязательно должны уже уходить. Потому что это на многих проектах это будет еще использоваться. Классовые компоненты. Еще будет год, полтора, два использоваться в ангую. Потому что реальный мир, он очень такой медленный. Очень инерционный. Поэтому, ну, да, мы же смотрим в будущее, поэтому немножко переходим на новый инструментарий, скажем так. Все. Эта классовая компонента уже у нам не актуальна. А вот еще важный момент. Компония did mount. То есть наша компонента users должна запросить пользователей при первой загрузке. То есть когда, грубо говоря, компонента users вмонтируется. Для этого мы добавляем use effect. Который, да, в какой-то степени является чем-то, что заменило нам методы жизненного цикла. А с другой стороны, к нему как бы относиться надо немножко по-другому. К use effect больше как к месту, где происходит синхронизация, актуализация данных. Но тем не менее, да, пока сделаем так. То есть вот эта вот пустая зависимость, которая на самом деле не очень как бы правильная. Хотя без нее, мне кажется, никак, если это действительно так. То есть когда пустая зависимость означает, что когда компонента вмонтируется. Внимание, не должно быть такого. То есть это не то же самое. Не передать зависимость, не то же самое, что передать зависимость пустую. Соответственно, вот в этой пустой зависимости мы должны вызвать get users. Get users, мы request users делаем вот так вот, dispatch. И достаем вот эти все данные. Только достаем не из пробсов, они у нас где-то здесь разбросаны. Page number только нет. О, нифига себе. Page number каким образом? К нам приходил. Сейчас, секундочку. Ой, page number. Current page. А, стоять, стоять. Current page здесь. Current page. Это тут назывался page number. Как параметр где-то в другом месте. Короче, ладно. А вот тут page number. Угу. Все. То есть нам больше юзер-контейнер не нужен вовсе. Я его, я его, я ее с удовольствием уничтожаю. Нам не нужны композы, map state to props и вот этот коннект. Композ у нас хоть использовался, но по факту только один коннект здесь был. Все. Теперь юзер-контейнер у нас превратился в юзер-пейдж. То есть, да, как бы он теперь тоже в какой-то степени контейнер. То есть любая обертка компонента, которая над другой компонентой, по-любому, любая родительская компонента что-то дает для своей дочерней компоненты. Поэтому, по сути, любую компоненту снаружи можно, в принципе, там обозвать, что она типа контейнерная. Но смысл, да, смысл немножко переворачиваются и немножко меняются. Итак, юзер. В юзер мы больше тоже ничего не передаем. То есть юзер самодостаточный. Он сам все, что нужно, достанет. Да, и это, естественно, упрощает, упрощает нам жизнь просто, просто в разы. Юзер. Сейчас, почему юзер, потому что экспортировать надо, да, ребят, по поводу экспортов. Потихонечку, помаленьку, да, зная, что бывают два раза типа экшенов, есть абсолютно разные подходы к тому, как экспортировать. Мы с вами будем разные файловые, ну, одну какую-то файловую структуру выберем и поиграемся с этими экспортами, да. Но, опять же, будем стараться, стараться использовать экспорт без дефолта, как минимум. Как минимум, это конст, безусловно. Как минимум, это помогает проще рефакторить, потому что мы четко под тем же именем, что экспортируем, под этим же именем импортируем. Среда разработки во время рефакторинга автоматически может легко найти эти изменения и легко их подменить. То есть это прям жизнь упрощается в разы. Вот этот экспорт дефолт удаляем. Все, юзерс. Импортируем юзерс. Сейчас я юзерс сверху, вот эти импорты подфиг. Что здесь так? Ctrl-Alt-O. Оптимизейшн. Импортс. Хопа. Все импорты лишние поубивало. Юзерс этот удаляем. Alt-Enter. Делаем импорт исправлено. Ой, исправленного места. Add Import Statement. Все. MapState to Props Type нам не нужен, потому что его никто уже не использует. То есть его здесь у нас нет. То есть, да, мы, видите, серенькое все. То есть нам эти типы и не нужны. То есть, да, оно облегчается писанина во много раз. У нас гораздо меньше становятся писанины. Понимаете? Потому что вот эти все передачи, у нас много слоев. Каждый кому-то что-то передает. И нам нужно, да, эти контракты между этими частями нужно описывать каким-то образом. То есть мы должны были создавать эти типы, 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 типы. Потому что, ну, такие правила. Есть у нас слои. Это слоеный архитектурный пирог. И вот эти все переходы должны быть четко, да, регламентированы. А сейчас этих переходов гораздо меньше и гораздо проще стало жить. То есть гораздо меньше бюрократии, бумажек. Типа кому, чё и как. Так, почему-то красным ругается. Наверняка с props-тайпами. Вот эти две штучки надо убрать отсюда. То есть в props-тайпах юзерсы наши ничего не получают. Ctrl-Alt-O, Optimization, Imports. Всё, здесь не ругается. Юзерс ещё красный. Это же юзерс. Сейчас, чё он красный? Смотрим. А, follow-on-follow. Ему не нравится follow-on-follow. А, конечно, в props-тайпах этого нету. Это есть в виде наших функций, которые лежат здесь. Опять же, да, вопрос, ребят. А, блин. Так, может, вот эти две штучки. Мы их здесь, эти две функции, не используем. Ни follow, ни unfollow. Может быть, эти две функции заюзать в самом юзере? То есть, да, чтобы он не принимал follow-on-follow. А прямо здесь просто это классовая, это функциональная компонента. Прямо здесь, может быть, взять и заюзать их. Да, и до такой степени мы можем опускаться, опускаться куда-куда угодно. Но на самом деле есть определённые нюансы, да, ребят. Как и connect, мы тоже самое ведь и connectить могли с вами. Помните, да, мы могли connectить родительскую компоненту и продавать через props и всё. Мы могли вообще с вами connectить ту компоненту, которую непосредственно нам и надо. И прям спускаться, спускаться и connectить, connectить. Но мы помним, что за connectом и за использованием хоуков кроется всё. Да, и редакс никуда не делся, друзья. Редакс абсолютно никуда не делся. Редакс-то по-прежнему, друзья. Редакс-то по-прежнему store. Да, по-прежнему store. И если внешний мир UI хочет с ним взаимодействовать, он говорит store subscribe. Он подписывается на все изменения в store. Соответственно, чем больше мы компонент, да, условно говоря, раньше за connect'ем, то есть, условно говоря, контейнеры создадим, которые будут со store общаться. Сейчас, да, просто хуки мы используем внутри, как бы, компоненты, которые, тем не менее, внутри себя, каждый хук, useSelector, он внутри себя подписывается на store с помощью store subscribe. А значит, он становится слушателем. Значит, он реагирует на каждое изменение, и этих реакций функций становится много. Да, если я сейчас за connect'у users, то есть, если я в юзере заюзаю useSelector, для того, чтобы, или в useDispatch, с диспатчем по-другому немножко, useDispatch, он не требует подписки на store, он просто store, у store этот диспатч отнимает. Ну, если бы, да, например, я в use, в с юзере useSelector заюзал, ну, надо это поэкспериментировать, но, скорее всего, так. Ну, если бы я заюзал здесь useSelector, то мы понимаем, что юзеров у нас рендерится много, рендерится много юзеров, вот, юзеры, юзеры, и в каждом, получается, сидит этот useSelector, значит, каждый является подписчиком, субскрайбится. Соответственно, да, это определенная, там, ну, нагрузка вычислительная, то есть, каждый потом, этот юзер по отдельности слушает изменения в store и реагирует на это. То есть, короче, ну, ребят, компромиссы нужно всегда какие-то искать. Идеального решения нет, потому что, если бы оно было, оно было бы на поверхности, а есть только, даже читая, там, какие-то официальные те же документации, редакса, редакса TalkHit, мы к нему скоро-скоро перейдем. Там тоже видишь, как авторы, да, казалось бы, авторитетные авторы осторожничают с тем, чтобы не выдать готовый рецепт, как все-таки нужно готовить React Redux, потому что этого готового рецепта нет. И очень-очень по-разному все смотрят на одну и ту же проблему и видят эту проблему по-разному. Одни ее вообще не видят и считают, что норма, а другие считают, что это большая проблема, надо оптимизировать. Так, опять отвлекся, сорян. Так, все, поэтому оставляем как есть и идем, наконец-таки, идем сюда, в браузер, какая-то ошибка, сейчас перезагружу. А, юзер-контейнер, конечно, в app.tsx, ctrl-shift-n, app.tsx, там, где мы юзер-контейнер рисуем, у нас контейнера уже нету, у нас есть, условно говоря, как мы ее назвали, юзер-спейдж. Узер-пейдж, users-пейдж, alt-enter, alt-enter, так, конечно, мы экспорт не сделали, а хотим, чтобы нам подсказал импорт, подсказался. Alt-enter, ну так он быстро не успевает сообразить, alt-enter, alt-enter, вот, готово. Ну не будешь же руками прописывать импорт целиком, конечно же нет. Так, все, идем в браузер, скорее. Так, 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 так. Бух, заработало, да? Давайте проверим. Бух, заработало, дальше. Бух, заработало, короче. Заработало. Круто, да? То есть, follow it. Only follow it, only follow it. Угу. О, давайте я сейчас, ну ладно, с этим играться уже будем потом. То есть, работает, друзья, работает, и это кайфово. Давайте, ну, еще, да, немножко поговорим про use-селекторы, применим его еще где-то. Может быть, немножко в том месте, где у нас селекторов не было, и поговорим про те, а, про те самые типизации, которые вот я вам хотел рассказать, которые, как мне кажется, вообще, говорят, здесь немножко отсутствуют. Вот, смотрите. Following in progress, если я не ошибаюсь, это массив данных. Давайте проверим. Точка. Find for each lens. Нет, ну, знаешь, это массив. Интересно, интересно. Ну, когда просто юзаешь use-селектор. Ну, то почему так происходит? Потому что сейчас в этот селектор мы прыгнем. А, потому что мы здесь обозначили state ему таким вот образом. Вот таким вот state обозначили образом, поэтому он работает, да? Все, то есть, оттипизировали здесь state. Хотя, ну, окей. Поэтому он подхватил это. Да, ну, если, давайте сейчас найдем какую-нибудь компоненту, где у нас, и тоже ее за рефакторем. Уберем из нее connect и перейдем. Давайте на профиль пойдем. Большая компонента. Профайл. А, или давайте логин. Давайте логин. Хочу логин. Логин. TSX. Логин. Форм. Capture remember me. Connect. Map state to props. Все, супер, да? Не сильно много, но как бы что-то есть. Map state to props. Capture URL. Видите, селектора нету. Ну, как бы копаемся в стейте напрямую, да? Что не очень, как бы, хорошо. И вот мы скажем, окей, мы не хотим больше коннектить. Мы сейчас компоненту login, которую мы якобы, которую мы законнектили, мы сейчас создадим аналогичную компоненту. Пока login.f назову ее, чтобы потом плавненько зарефакторить. React.fc.component. С входящими пропсами какими? Пока не знаю. Пока просто сделаю вот так. Пропсы пока вообще от них. Откажусь, скажем так. Return. Return. И сделаю return вот этой вот штучки. А, ёпреста, простите, друзья. У меня же функциональные компоненты и так. Что я туплю? Невнимательные. Все, соответственно, раз она функциональная, значит, потихоньку буду выпиливать пропсы. Capture URL. Где у нас тут Capture URL? Capture URL. Комментирую, да? То есть Capture URL у нас здесь нету. Вот ругается. Супер. Потому что мы ее будем использовать не из пропсов, а как локальную константу. Const Capture URL. UseSelector. И сюда закидываем useSelector. И закидываем сюда наш Selector. То есть Selector это функция, которая принимает state. И возвращает что-то из state. А вот возвращает из state. Это state. Aus. Capture URL. Ой, что такое aus? Я не знаю, что такое aus. Поэтому мы говорим. Мы можем типизацию либо state здесь делать. И сказать, что state это апп. Как там root state. Как у нас апп state type у нас называется. Тогда все ок. И Capture URL у нас тогда будет, смотрите. А, оно на либо строка, либо null. Либо, если да, мы можем еще как generic его типизировать. Как generic типизировать. Ну, в этом случае. Ну, в этом случае Capture URL на самом деле здесь распознается. Но Capture URL возврат. Возврат ее не распознается. Это вот какая-то дикая штука, которую я не знаю, почему точно так ее селектор работает. Почему вот этот вот infer, вот этот внутренний, который в TypeScript есть, он не может догадаться, что нам там возвращается. И это как... То есть, да, приходится еще вот так вот дописывать. Короче, что не очень удобно. Пока давайте оставим вот такую конструкцию. Потому что, в принципе, селекторы, в принципе, селекторы, да, мы по какому-то соглашению с вами будем, не будем писать вот так вот, а всегда будем выносить в отдельную сторону. Ну, да. Потому что, скорее всего, ну, Capture URL мало где еще понадобится. Может быть, ну, короче, пока оставим так, как есть, друзья. Ладно, давайте. Пока полетели дальше. Пока мы изучаем сами useSelector и useDispatch. Capture URL избавились. Дальше от чего еще хотим избавиться? От isAuth. Супер. Избавляемся от Capture URL, а избавляемся от isAuth. IsAuth. Избавляемся отсюда. Видите, TypeScript все подчеркивает, ругается. То есть, подсказывая нам, что, как бы, видите, там что-то-то нет, там появилось, там исчезло. То есть, прям вот за нами следят. Это очень здорово. IsAuth. То есть, мы говорим isAuth, берем прям из стейта. Аус. IsAuth. Все. И используем напрямую здесь, где нам нужно. Соответственно, MapState to Props. Нам вообще... А, нам пока не нужен. Вообще, уже мы его от него избавились. Зарефакторили. Так. Этот тип нам не нужен. Мы его высвобождаем. MapDispatch to Props остался. Да, по идее, мы даже сейчас можем проверить, и оно у нас, по идее, даже должно работать. MapDispatch to Props. На что ругается? Ctrl-Alt. Optimize Import. Не вижу ничего красного. IsAuth ругается. А, is... Написал, потому что я неправильно. Идем в браузер и проверим, что у нас логин компонента работает. Логин работает. То есть, да, ну, по крайней мере, как работает. Что-то происходит. Идем дальше. UseDispatch. Логин – это action creator, сам creator. Да, скорее логин. Мы говорим, что, окей, нам нужен useDispatch. Const. Dispatch. Так, мне не нравится слово «dispatch». Почему-то писать целиком. Ну, да ладно, useDispatch. То есть, достаем useDispatch. Достаем с помощью useDispatch. Достаем функцию dispatch. И дальше ее используем для того, чтобы задиспатчить. Чтобы задиспатчить. Где мы там dispatch делаем? Вот тут задиспатчить action. Да, так как образованный callback вокруг sunCreator является таким же по сигнатуре. То есть, таким же порядок параметров. Да, так оно потому что работает. То, соответственно, нам тут несложно взять и просто сказать, что мы dispatchим. Что мы dispatchим вызов action creator. Ну, sunCreator. Вот так. Все, да. И как бы сильно больше кода писать не нужно. Что довольно-таки тоже неплохо. Все. Нам connect вообще больше не нужен. Мы ничего не коннектим. Мы логин компоненту экспортируем без дефолта. Какие-то неактуальные пропсы. Сейчас глянем. MapsDispatchPropsType. MapsDispatchPropsType уже для нас не актуальны. То есть, у нас, по сути, пропсов никаких вообще. Да, компонента логин не принимает сейчас. Все. Там редакс у нас. Редакс форм пошел. Ctrl-Alt-O. Оптимизировал. Удалил импорты. Все. Все-все-все. Проверяем. Давай-ка. А, логин. В app-app компоненте упало, потому что я... Логин тоже, в принципе, ее есть смысл. А, логин пейдж. А, ну логин пейдж называется. Хотя мы его из логина... То есть, там сейчас такого нет. Вот есть логин. Да, ну, логин пейдж. Почему? Это же как бы вся страничка компонента, которая в себе, по сути, олицетворяет всю целиком... Всю целиком страницу. Поэтому давайте эту компоненту переименуем в логин, в принципе, пейдж. Для этого... Сейчас оно так схватится. А потом говорим Shift-F6. И логин пейдж. Благодаря тому, что импорт у нас без дефолта, мы можем не париться о том, что у нас там где-то что-то не так переименуется. СССР вебшторм справляется с этим просто на раз-два. И рефакторинг такой ренейма переименования делает очень легко. Так, идем сюда. Давайте попробуем залогиниться. Запомните меня. Логин. Incorrect антибот символс. Интересно. Там, в игре, либо backend работает неправильно, либо это вы пытаетесь подобрать. Ой, Артем, стойте. Вот так же должно быть. Либо это вы пытаетесь подобрать. Какой-то логин, и система постоянно мне такое выскакивает. Не надо подбирать. Так. Все, да, то есть работает. Вот такой вот рефакторинг, друзья. Что надо сделать вам самостоятельно? То есть я не буду делать отдельную сессию, рефакторить вот это все прям в виде там двухчасового, трехчасового. Вы концепцию поняли? В дальнейшей, при дальнейшей разработке, когда мы столкнемся с вами с новыми компонентами, будем рефакторить, вносить, мы с этим с вами рефакторингом еще с вами столкнемся. Я его буду делать немного. Уже не буду заострять это внимание. Но при какой-то новой фиче, которую буду внедрять дополнительно, буду делать рефакторинг, уходя от использования High Order Component Connect. Все, друзья, если вам было полезно и интересно, ставьте лайк. Спасибо за поддержку вам большое, самурай. Мы с вами летим в космос. И мы до космоса долетим обязательно, да. Чтобы попасть в космос, нужно хотя бы сначала оторваться от Земли. Ребят, мы от нее с вами оторвались. Это уже очень здорово. Полет очень длинный, да. Илон Маск в Марс собирается лететь. Да, Илон Марс до космоса он тоже, знаете, сколько уже старался свою ракету поднять. Очень-очень долго, ребят. Москва строилась тоже. Не сразу, не за... Вот так. Очень долго строилась. Все, короче, очень-очень долго строится. Да, наша жизнь нам дана. И мы должны просто пахать, 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 чтобы эта жизнь прошла в конструктиве, в созидании, в улучшении, а не просто в... В чем-то там. В чем-то там. Редактор субтитров А.Семкин